И всем привет, с вами канал Игра Битр и Код, с вами Трудранпир и MC Нокаут. Привет-привет. Сегодня будем проходить игру Трайм 2. Может пройдем, может не пройдем. Ну, вернее, проходить будет Славка, а я всего лишь послежу за чатом. Да. Так что начнем. Буду играть на джойстике. Ну, игра для джойстика. Мисси, а какой гимн ты имела в виду? А, этот ням-ням-ням. Ну, ням-ням-ням, он под диагру был. Поэтому... Даже не знаю. Вообще сейчас, конечно, в пору другой гимн, но... В принципе, и ням-ням-ням сойдет. Да. Так, вот я начал заново всю игру. Все достижения сбросил. Я поставлю, вообще сложно. А еще Hardcore мод поставлю. ZenExtra Difficulty Setson. Включим кризис. Челленджем. Думаю, через коррекшен. О, нет-нет-нет. Он увеличивает... Точнее, уменьшает... Да. Просто на... Без Hardcore мода, походу, можно умирать сколько хочешь. А с Hard модом определенное количество. Можно игру немного потише, спрашиваю. Игру, да, сейчас потише сделаю наставку. Так. Когда-то давно жили-были три славных героя, избранные могучим артефактом Тройкой. Есть немалая история о том, как они встретились и стали защитниками королевства. Я расскажу вам об их недавнем приключении. Что-то таинственное и волшебное происходило в лесу. Первым из героев был волшебник Амадей. Возможно, не самый храбрый и не самый сильный из них, но очень умный и здравомыслящий. Вторым был рыцарь Понтий. Бесстрашный защитник королевства. Любитель хорошо выпить, закусить и подраться. И, наконец, Зоя. Воровка. Предпринимательница. Зоя. Предпринимательница. Да, ладно. Сейчас сделаем потише, что-то. Страшивается игра вроде Диаболу. Нет. Да, настройки. Привет, Эвишка. Привет, Анютка. Жди здесь. Привет, Эвишка. Жди здесь. Надеюсь, вы успели запустить трансляцию. Окружение. Жди здесь. Вот, как я вам здесь. Сейчас. Ну, как звук сейчас? Ну что, как звук сейчас-то лучше? Ну, сейчас скажу. Сейчас напишу. Продолжение следует... Но для великого волшебника Амадея не существует. Ведь силой своей магии он может поднимать предметы. Бутылка пары, Эли. Ну, вроде как пойдет. Так, я пока еще не умею. А, умею. Все, умею. Ну-ка, иди сюда, ящик. А, это игра на логику, да? А, не совсем. Тут и бои будут. И не бои. Эта игра... Ну, тут и драться можно, и загадки всякие разгадывать. Так. Ну, Лишка говорит, что новые чаты непривычно. Ну, да. Привыкните. Я сам сегодня его впервые открыл. Тоже удивился. Так, а куда ты сейчас конкретно направляешься? Вперед. Ну, вперед-то вперед. А по сюжету? По сюжету я бегу за светящимся... За искрой, короче, за какой-то. Вон, типа, она наверху полетела. По-моему, нет. На руку вел Амадеев все дальше уяс. Разрываясь между любопытством и страхом волшебных шоузов. Вот эти очки, ну, вот эти, блин, как, не знаю, бутылочки или что это, магические штуковины. Я их собираю только для того, чтобы прокачивать умения персонажа. Там у каждого персонажа всего будет три. Есть свои умения. Вот у волшебника, допустим, создавать предметы. Так. Сухой грим. Сейчас покажу. А, нет. Пока недоступно. А, помимо волшебника, кто еще? Помимо волшебника есть воин. И воровка. Ну, лучница. Трюкачка, лоткачка. В общем, магия, сила и ловкость. Ну, ты будешь все использовать по ситуации. Да, я всеми буду играть. Это как в этом, в игре как-либо. Блин, забыл. Платформа? Это на Сеге, по-моему, или на Денге. Не The Lost Weekend, случайно? Да, да. Только там тоже лучник со щитом был. Парень. И еще какой-то, да? Да. Этим вечером Понтий отправился в поля. У крестьян стряслась беда. Ползучая лоза стремительно распространялась по поля. Он тебе обыскал всю ферну. Но ничего не обращается. Хм... Наверное, эти злодеи из печали не поменялись. Так, а суть игры у нас помочь вот этой штуке, которую мы преследуем, справиться с каким-то злом. Ну это всегда так. Борьба добралась со злом. Тут тоже ничего не поделаешь. Тут в основном зло это гоблины. А вот это, я так понял, пошли бои, да? Ну да. Ну пока вороги это просто кусты какие-то. Ух, там довольно озверевшие кусты. Ну да. Я еще сражаюсь. А, это Тройка называется. Это не Искра, это Тройка. Ну, перепутал чуть-чуть. 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 Ну да. Что может быть лучше спасение своего короля? Поздней ночью Зоя стояла в тени. Строит не выходить на лунный свет. Ну, судя по размаху, там стрела чуть и не с него рос там. Чуть-чуть. Целое копье, ты что? Которые стреляют из лука. Ой, да потом у нее появятся настолько крутые вещи. Ну, посмотрим насколько они крутые. Ну, крутые стрелы. Да, Сикей, с первым днем весны тебя тоже. Всех с первым днем весны. Да. Весна наступила. Весна наступила. Весна наступила, мишки проснулись. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Русакову друзья пришли. Хе-хе-хе. Так. Эти шипастые лианы скоро захватят весь город. Чем быстрее мы их вырубаем, тем быстрее они растут. Блин. Один цветок вообще собрал мой топор. Наши исследования ясно уходят на то, что это растет много чего. Где враги? Значит, мы были простей. И тут. Как всегда, под боком. Тут еще в каждом уровне фиксированное количество вот этих сфер. Так же есть уникальные судуки с коллекционными предметами. Я их тоже постараюсь показать все. Ладно. Тройка. Забирай меня. А вот этот показатель 28 из 50. Это сколько я собрал этих предметов? На конкретном уровне или вообще? Нет, на конкретном уровне. Скажите, а куда мы идем? Да мы пока и сами не знаем, что-то странное творится. А время заканчивается, когда ты соберешь всех три? Нет. Нет. Это сейчас это было такое... Половина. Это интро. Появилось за героями. Их приключения вот-вот начнется. Мамадей переживает за свою семью. Понти жаждет новых предметов. Понти жаждет новых предметов. А зло, конечно же, думает о сокровищах, о которых жду. Это я вам и так могу рассказать. Ну вот еще одна заставочка. Так. Смирай кармарей. До ступня. Продолжение следует... 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 так вот и первый секретик у нас ну как секрет так вы снова нашли картина ну да конечно снова потому что я уже ее собирал а то Тупые гоблины. Пускайте. Шапка, добрая. меня поранил подстрелить его там сверху смотри они дергаются чем не дергают огонь и 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 говорят, музыка красивая, надо будет потом послушать. Да, я с выключенным звуком сижу. Так, одного я потерял, с абстанатом. Блин, реально плохо. О, восстановился. А это уже хорошо. Привет, Слав. Привет. Ты же это не мне, да? Нет. Хе-хе-хе-хе-хе. Так. Ммм. Окей, это дальше проход, а мы идем сюда. Ну раз у тебя сегодня днюха, то поздравляем тебя. Да, поздравляем всем с автором. Да, рычаг. Так что у нас рычагом бывает? Ага. Понятно. Можно было и не идти сюда. Так, новые спины. Ну и сразу тут поступил вопрос от именинника. Собираешься игру полностью с одного раза пройти? Ну конечно попробую. Но кто узнает. Как получится. Ага, очень смешно, Бобли. Хотел меня камнем напугать? Думаю, такой хитрый. Сейчас камень на него свалил. А вот нифига. Давай, Кари, вали так. Ух-хх! Ух-х! 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 Что, приключено улов? Да. Я же могу мешать. Ух-х! 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 А, персонажи восстанавливаются, да? А, персонажи восстанавливаются на чекпойнте, но не с полным ТП. Угу. Ну и второй вопрос, это что, экран на Иксбокс? Конечно. Так, хренов, хренов штука, ладно. Так. Так, второй ящик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok